В Реске вокзал даже в будние дни полнится людьми. Кажется, что большая часть города стремится покинуть пределы областного центра и уединиться вдали от шума и суеты. Ожидая свои поезда, люди отдыхают в зале ожидания железнодорожного вокзала, а также на скамейках перед пероном. Мысленно находясь в отпуске, многие теряют бдительность в отношении своей клади, как итог разбирательства в милиции и изрядно испорченное настроение. Как показывает практика, что наши уважаемые отдыхающие сами создают все предпосылки для того, чтобы совершались кражи. То есть все элементарно. Например, человек находится внутри помещения вокзала, у него раздался телефонный звонок, он берет телефонную трубку и идет разговаривать, при этом его личные вещи остаются, например, на скамейке. То есть понятно, что преступник, который увидит, что в свободном доступе есть какие-то вещи, как говорится, плохо лежат, он, естественно, их автоматически заберет. То есть для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, в первую очередь нужно думать о мерах личной безопасности. Кражи в общественных местах – один из наиболее распространенных вариантов правонарушений, причем они происходят не только из-за невнимательности самого хозяина. Бывает так, что изначально преступники пытаются начать диалог, расположить к себе беседы, чтобы после завладеть имуществом ожидающего своего поезда пассажира. Как правило, установить истину позволяет система визион наблюдения по периметру вокзала. Это дает милиционерам шанс раскрывать дела чаще и быстрее. Установление обстоятельств совершенных преступлений, совершенных хищений, конечно, имеет свою специфику. Это связано с тем, что граждане передвигаются транспортом. Но у нас есть средства, позволяющие нам своевременно и быстро раскрывать преступления. В первую очередь, это, конечно же, система видеонаблюдения, которая в достаточном количестве оборудована на объектах железнодорожного транспорта. Опытные же путешественники всегда имеют свой набор правил, помогающий в любой внештатной ситуации. Сегодня мы на поезде всей семьей едем с Бреста в Варшаву. Пересадка на самолет в Италию. Изначально мы все наши вещи сдали в багаж. Это первое, что мы сделали, когда пришли на вокзал в Брест. Документы в определенном месте сложены. Дети под контролем на определенном расстоянии, нигде не бегают. Ну и, наверное, собранность внутри себя, в первую очередь. То есть смотрим, с кем общаться, где общаться и о чем. Согласно официальным данным, большинство краж совершается в тех ситуациях, когда хозяин вещей дал слабину – выпил или вовсе ушел. Отлучившись на несколько минут, потеряв бдительность, человек может лишиться всего. И это важно помнить в любой ситуации. До новых встреч! Продолжение следует...